В Киеве 16.00, а значит на канале Фридом время новостей. Здравствуйте, далее о главном к этому часу. Военно-техническое сотрудничество, реализация двустороннего соглашения о безопасности и подготовка ко второму саммиту мира. Это главные темы, которые обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Эви Касилиня. Также глава украинского государства поблагодарил балтийскую гостью за поддержку украинской евроинтеграции и военную помощь. Оборонную поддержку, украинскую евроинтеграцию и послевоенное восстановление президент Владимир Зеленский обсудил со своим эстонским коллегой Аларом Карресом. Также глава украинского государства поблагодарил президента Эстонии за решение Таллина выделять ежегодно четверть процента ВВП на оборонные нужды Украины. Это закреплено в двустороннем договоре безопасности. Пентагон выделит 1 миллиард 200 миллионов долларов на производство ракет Эмрем. Их получит и Украина, сообщает прислужба ведомства. Контракт предусматривает производство боеприпасов, телеметрической системы и запасных частей. Отмечается, что работы должны быть завершены до конца 2028 года. Отмечу, что Эмрем – это управляемая ракета класса воздух-воздух средней дальности. Она является основным вооружением истребителей F-16. Также эти ракеты используются американским из Ирака НАСАМС. Украинские военные уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ в акватории Черного моря, подтвердили в главном управлении разведки. Бойцы спецподразделения ГУ разбили истребители из переносного зенитно-ракетного комплекса. Самолет, упавший в море, числился в 4-м отдельном морском авиационном полку Воздушно-космических сил России, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. Стоимость уничтоженного Су – 50 миллионов долларов. 105 боевых столкновений были зафиксированы на фронте за последние сутки. Как сообщил Генеральный штаб Украины, по-прежнему напряженной остается ситуация на Покровском направлении. Там вооруженные силы отбили треть атак противника. Кроме этого, российские войска 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск на Кураховском участке, а также более двух десятков раз на Купенском и Лиманском. Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны вооруженных сил Украины на Покровском направлении. Сегодня утром в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка россияне пошли в атаку. В результате 5 единиц техники уже подбиты, 4 БМП и 1 танк. Также уничтожено около 30 оккупантов. Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонзюка, вооруженных сил Украины. В эфире марафона Едыни Новыны. Потери российской армии в Украине превысили отметку в 630 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1270 оккупантов, уничтожили 11 вражеских танков, 17 боевых бронемашин, 2 системы ПВО и 1 самолет. Кроме этого, ВСУ удалось сжечь на линии фронта 93 единицы автомобильной техники и 73 артиллерийские системы, а также сбили 43 беспилотника. Российские оккупанты обстреляли машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Три человека погибли, два ранены, сообщил президент Украины. В этой войне все совершенно очевидно. Россия несет зло, Украина защищает жизнь. Если кто хочет слышать обе стороны, то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Российские БПЛА атаковали Сумскую область. В Конотопе осколочные ранения получили 14 человек, из них один ребенок. Взрывной волной повреждены многоквартирные жилые дома и объекты инфраструктуры, а также учебные и медицинские учреждения. Кроме этого повреждены трамвайные рельсы. Как сообщили местные власти, пожарные уже ликвидировали все очаги возгорания. Энергетики заканчивают ремонт поврежденного электрооборудования. Двое погибших и семь пострадавших в поселке Боровая Харьковской области. Предварительно российская армия обстреляла жилые кварталы кассетными боеприпасами. Как сообщили местные власти, горят по меньшей мере пять домов. В одном из них взрыв буквально уничтожил центральную часть здания. Из-под завалов спасатели деблокировали пожилую женщину. Сейчас она в больнице. Кремль не оставлялся. Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном в случае, если Киев зафиксирует факт применения Москвой баллистических ракет, полученных от Тегерана. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Ранее, напомню, Киев уже предупреждал о готовности принять жесткие дипломатические меры. Тем временем, США и Великобритания расширили санкционные списки за счет новых лиц из компаний из России и Ирана. Детальнее о том, как цивилизованный мир реагирует на сотрудничество страны с Гоев, продолжит Лариса Петрук. Российская армия в течение нескольких недель может ударить по Украине баллистическими ракетами, переданными Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ответ на действия Тегерана и Москвы Вашингтон расширил санкционный список и включил в него 10 физических и 6 юридических лиц из Ирана и России. Под ограничения попали и 4 судна, которые привезли Москве ракеты и дроны. Кроме того, США наложили санкции на иранскую авиакомпанию «Иран-Эйр» и несколько гражданских морских судов. Мы предупредили Тегеран публично, а мы предупреждали Тегеран в частном порядке, что этот шаг был бы опасной эскалацией. Россия уже получила партии этих ракет. Иранские ракеты имеют определенную дальность. Это означает, что Россия сможет использовать свои собственные баллистические ракеты для целей на большие расстояния, поскольку у нее будут эти иранские ракеты с радиусом примерно 112 километров. Мы ожидаем, что союзники и партнеры также объявят о новых санкциях. Партнерство Ирана и России угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока по всему миру. Кроме того, дестабилизирует ситуацию российская поддержка Ирана. Москва делится технологиями, в которых нуждается Иран. Мы продолжим следить за этими событиями вместе с нашими союзниками и партнерами по всей Европе и на Ближнем Востоке. И останемся непоколебимыми в своей поддержке защиты Украины от угрозы, которую эти ракетные системы могут представлять для народа Украины. К американским ограничениям присоединилась Великобритания. Лондон ввел санкции в отношении пяти транспортных кораблей российского военно-морского флота. В санкционных списках теперь и несколько офицеров Корпуса стражей Исламской революции и армии Ирана. Лондон также разорвал двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Ираном, чтобы выразить поддержку Украине на фоне укрепления сотрудничества стран-изгоев. В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Это их первая подобная совместная поездка за последние годы. Я в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Чтобы подтвердить нашу единую железную поддержку Украины, мы должны противостоять империализму Владимира Путина. От этого зависит наша коллективная безопасность. Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании в соцсети Икс. Вызывает опасения международного сообщества и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном. С февраля 2021-го Иран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к своим станциям. Кроме того, Тегеран долгое время не может объяснить следы урана, обнаруженные на незадекларированных объектах. В Вашингтоне заверяют, что Иран близок к созданию ядерного оружия как никогда. А генеральный директор МАГАТЭ до ноября надеется провести переговоры с новоизбранным президентом страны. Пезешкиан согласился встретиться со мной в подходящий момент. Я призываю Иран содействовать такой встрече в не слишком отдаленном будущем, чтобы мы могли наладить конструктивный диалог, который быстро приведет к реальным результатам. В одном из последних отчетов аналитики МАГАТЭ утверждают, что по состоянию на 11 мая 2024 года запасов иранского обогащенного урана на 90% хватит для создания ядерного оружия. Теоретически, Тегеран в ближайшие месяцы может создать три ядерные боеголовки, цитирует специалистов агентства Reuters. В России на заводе Омск Странмаш, который выпускает танки и тяжелые огнеметные системы Солнцепек, пожар. Как пишут российские телеграм-каналы, на предприятии загорелась крыша одного из цехов. Густой черный дым от пожара виден практически со всех районов Омска. Как утверждают на предприятии, пострадавших нет, а причина возгорания – ремонтные работы. Министр обороны Литвы Лауринас Кощунас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии после того, как в Латвии недавно упал российский военный дрон. Во время форума по обороне Кощунас заявил, что миссия Альянса должна не только контролировать свое небо, но и при необходимости немедленно отвечать на подобные диверсии со стороны России и уничтожать ее беспилотники. В случае обнаружения угрозы нарушения беспилотникам воздушного пространства НАТО информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса. Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию. Достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой воздушный объект? И тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить. Еще несколько дней, и они отправятся на фронт прикрывать работу пехоты первой линии обороны и вести бои с противником как на земле, так и в небе. Новобранцы 43-й отдельной механизированной бригады готовятся к реальным боевым выездам. За процессом наблюдала и съемочная группа Фрида. Здесь отчетливо слышно, как гремит фронт. Но это не мешает новобранцам отрабатывать пока что учебные задания минометных расчетов. Увага, коррегование. 842. 842. 31, 38. 31, 38. Условия для недавно мобилизованных солдат максимально приближены к реальности. Я понимаю, что я должен максимально быть полезен здесь, куда я попал. И все. А дальше уже, как меня научат, там уже буду вникать. Эти воины уже прошли учебку. Теперь практикуются на одном из самых горячих направлениях Харьковской области. У военнослужащего с позывным «Дед трое внуков». Говорит, к призыву на службу был готов уже давно. Надо, конечно, надо. Втрататься ни за кого не будет. Я это вдумал еще раньше сказал. Ну, что если не будет. Инструктаж проводит командир минометного расчета. Говорит, все навыки работы с оружием ребята схватывают на лету. Понимая, что это нужно для спасения жизни побратимов. Они понимают, что они должны работать хорошо, потому что пехота должна жить. Мы стоим за пехотой. Если пехота вступает в прямой контакт с сопротивником, значит, ты погано выполнил свою работу. Бойцы этого минометного расчета знают, что уже совсем скоро отправятся на боевые позиции. И говорят, психологически к этому готовы. В бой рвется и экипаж БПЛА. Ты видишь, ***? Ну вот он у нас вправо. Да, только ты летишь под углом, помнишь? С края залетаешь. В экипаже два человека – пилот и штурман. Пройдя подготовку, они будут вести охоту в небе за воздушными целями. Их задача при помощи разведки сбивать российские орланы, залы и другие беспилотники противника, поднимая свой дрон на большие высоты. Абсолютно. Это уже достаточно распространенный опыт. Но орланы высоко летают. Два, три, четыре, да. И в период сможет с лёгкостью. Да, да, это уже делается, да, безусловно. У 22-летней защитницы с позывным «Гаечка» в тылу с бабушкой растёт полуторагодовалый ребёнок. Говорит, очень скучает, но не хочет отказываться от своей новой работы на фронте. И с нетерпением ждёт своего первого боевого вылета. Полуторагодовалый ребёнок? Да. И ты всё равно здесь, на войне? И тебя не остановить? Нет. Новоприбывшие в 43-ю отдельную механизированную бригаду говорят, бороться за родную землю – мотивации много. Главное – защитить свои семьи, которые их ждут в тылу. Это семья, это тыл. Если нет тыла, нету, ну, какой-то, ну, что, куда вернуться, куда посмотреть назад и увидеть, что тебя ждёт вообще. Для кого ты это делаешь вообще. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Харьковской области. Для телеканала «Фридом». Впервые за последние годы в Киев совместно прибыли госсекретарь США Энтони Блинкин и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэми. В столице Украины дипломаты провели ряд встреч, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. На повестке использования западного оружия для ударов по военным объектам на территории России, а также обсуждение второго саммита мира, который Киев планирует организовать осенью этого года. Энтони Блинкин проинформирует президента Джо Байдена о желании Украины использовать дальнобойное оружие американского производства для ударов по целям в России. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции во время визита в Киев. Кроме этого, госсекретарь США подчеркнул, что именно российская сторона эскалирует ситуацию ударами по гражданским объектам внутри Украины, по энергетической инфраструктуре и военным, которые защищают свою страну. Путин еще больше усиливает свою агрессию, приобретая иранские баллистические ракеты. Поэтому мы работаем в срочном порядке, чтобы продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для эффективной самообороны. Этот ответ соответствует нашему обязательству оставаться самым верным другом Украины. Я горжусь этим обязательством. Я горжусь обязательством премьер-министра Стармера предоставлять 3 миллиарда долларов военной помощи каждый год, которые необходимы в вашей борьбе. И сегодня я могу подтвердить поддержку Украины на сумму более 600 миллионов долларов, включая 242 миллиона в этом финансовом году на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды, а также поддержку реформ, восстановления и реконструкции. Главной темой переговоров Энтони Блинкина, Дэвида Лэмми и Андрея Сибиги стало усиление оборонных возможностей Киева, укрепление ПВО, поставки истребителей Ф-16, артиллерийских снарядов, дронов, бронетехники и другого оборудования. Об этом заявил министр иностранных дел Украины. Кроме этого, Андрей Сибига в очередной раз призвал партнеров Украины снять ограничения на использование западного вооружения для ударов по военным целям в БРФ. Чтобы защитить наш народ, необходимы смелые шаги со стороны всех наших партнеров. Важно снять все ограничения на использование американского и британского оружия против законных целей на территории России. Нам также нужна решительность в отношении сбивания российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины. Чем дальше Украина сможет нанести удар, тем ближе будет справедливый мир. Итоги визита госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании в Киев обсудим с гостем. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов присоединяется к эфиру «Фридом». Алексей, рад вас приветствовать. Приветствую вас и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Вот очень важный день накануне был с точки зрения дипломатии. В Киеве прошла Крымская платформа. И кроме этого, столицу Украины посетили главные дипломаты Соединенных Штатов и Великобритании. Как бы вы в целом оценили визит Антони Блинкина и Давида Лэмми? Прежде всего, в целом, чрезвычайно важно, что мы понимаем истинную причину их визита. Она, прежде всего, связана, на мою точку зрения, с тем, что идет финализация сейчас совместного решения наших партнеров по предоставлению соответствующего политического разрешения по возможности бить западным оружием вглубь территории Российской Федерации по военным объектам согласно международного законодательства Украины, мира международного. Поэтому, скажем так, наложение. Опять же, важно, что эти встречи наложились, я думаю, с Крымской платформой. Я думаю, что это также важно, чтобы Линкен и Лэмми приняли участие в этих дискуссиях, потому что мы должны в очередной раз, и это прекрасно происходит во время Крымской платформы, напоминать, что Крым — это, конечно же, Украина. И чрезвычайно важно, чтобы был высокий уровень других делегаций, и очень резонансно, конечно же, позвучало заявление Дагана про то, что необходимо деоккупировать Крым и, соответственно, возобновить юрисдикцию Украины. В пику, собственно говоря, конечно, Путину и путинской оккупации. Ну, и нужно отдать должное, что Эрдоган, на самом деле, всегда был последовательный в этой позиции. С самого начала он всегда был за... декларировал за полную территориальную целостность Украины, в том числе и, конечно же, деоккупацию Крыма. Блинкен и Лемми, секретарь Соединенных Штатов и министр иностранных дел Британии, как и другие гости Киева, приехали не с пустыми руками. Каждый из них привез с собой финансовую помощь. Лемми вообще озвучил про долгосрочную инициативу в несколько миллиардов долларов, и сейчас почти в 800 миллионов, да, там 600 фунтов стерлингов. Причем как на гуманитарные нужды, стабилизационные, так и на другие нужды Украины. И это прекрасно, потому что на самом деле Украине сейчас в рамках определенного бюджетного дефицита поддержка от наших партнеров точно будет не лишней. Но я думаю, что с закрытыми дверями, конечно же, финализировали, скорее всего, план победы, который уже озвучил наш президент, что он повезет его в Нью-Йорк, скорее всего, на Генассамблею. Там будет встречаться и с Джо Байденом, хочет встретиться с Камалой Харрис, с Трампом, и с республиканцами, и с демократами. И я думаю, что важная часть этого плана, конечно, получение соответствующего разрешения вбить в глубь территории Российской Федерации западным оружием. Вот в этом эфире, что вы показываете, господин Сибига показывает, насколько уровень наших дипломатических отношений серьезный между Британией, Украиной и Соединенными Штатами, насколько теплые рабочие у них отношения. Ну и на уровне первых лиц, конечно же, мы с вами уже не один раз видели теплые встречи президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена. Я думаю, что этот комплекс, целый комплекс факторов, конечно же, приведут к тому, что, скажем так, страны, которые уже дают нам дальнобойные ракеты, конструктивно подойдут к тому вопросу все-таки, чтобы дать соответствующее политическое решение. Но нужно отметить, что далеко не факт, что оно будет публично артикулировано, как многие этого ждут, чтобы все-таки сделать определенный сюрприз государству-агрессору, когда все-таки такое решение будет финализировано. Алексей, после визита в Киев госсекретарь США отправился в Польшу. Об этом пишет агентство Reuters. Запланированы встречи в Варшаве с президентом Анджем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Польская сторона сообщила, что темой визита американского дипломата будет безопасность восточного фланга НАТО. И кроме этого планируется обсудить углубленное энергетическое сотрудничество между Польшей и США. Речь идет о строительстве первой польской атомной электростанции. Высока ли вероятность во время этого визита, что в Варшаве будут обсуждать возможность польской ПВО сбивать воздушные цели в украинском небе? Раз мы уже говорим до этого, сказали, что, скорее всего, Вашингтон, Белый дом разрешит наносить удары своим оружием по территории Российской Федерации. Да, кстати говоря, буквально недавно, вы же помните, господин Сикорский, министр иностранных дел Польши, как раз и выступил официально уже с позиции Польши, что Польша решительно настроена, чтобы сбивать ракеты и дроны Российской Федерации превентивно еще до их входа в воздушное пространство Польши, собственно говоря, на территории Украины. Ну, использовав тем самым кейс Иордании, да, когда большинство ракет, которые летели в сторону Израиля, союзниками были сбиты на территории соседнего государства в иорданском воздушном пространстве. То есть есть тут, скажем так, и политическая, и нормативная подоснова для этого решения, и я глубоко убежден, что, кстати говоря, и Голландия выступила с подобной инициативой, что это нужно делать в поддержку нее. Поэтому, конечно, этот опрос также будет обсуждаться, и учитывая, что Польша является, ну, скажем так, серьезным партнером Соединенных Штатов в Европейском Союзе, уже давно идет речь про то, чтобы строить там атомную электростанцию, и мы прекрасно помним, как в прошлом году официально польская страна обратилась к Соединенным Штатам про возможность размещения на ее территории ядерного оружия Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что вот эти три вопроса будут на порядке денному встречи Блинкина в Польше. Знаете, еще военный союз Ирана и России вызывает сейчас большое опасение у Украины и ее союзников, да, в частности, передача Тегеранам баллистических ракет в Москве. Вот насколько велика угроза, по вашему мнению, и может ли Запад как-то противодействовать партнерству агрессоров, вот если не учитывать санкционное давление? Мне кажется, по поводу Ирана тут нужны, прежде всего, асимметрические действия, асимметричные действия, потому что за десятилетия, несколько десятилетий международной изоляции тотальной со стороны Запада, на самом деле относительно Ирана уже никто не знает, какие санкции, в принципе, были бы реалистичны. Иран уже давно обходит большинство ранее Западом наложенных санкций. Почему? Потому что у него есть рабочие взаимоотношения, скажем так, с партнерами, с соседними странами, он в том числе еще и умудряется финансировать и поддерживать террористические организации, ну, например, тот же Хамас, который напал на Израиль и на соседнюю Хезбалу. Поэтому я думаю, что Иран все-таки больше, во-первых, пытается использовать слабость Российской Федерации и получить гуманитарную составляющую, про это говорил один из парламентариев Ирана, что было озвучено за ракетой, они получат сою и пшеницу с России. Но я думаю, что кроме этого еще вопрос стоит финансовый, потому что им нужно брать финансовую составляющую где-то. Но приоритетным для Ирана, конечно же, является возобновление ядерной программы. И вот передачей такой баллистики, подчеркиваю, малой дальности, не средней, не большой, а именно малой дальности, возможно, Иран как будто подмигивает Соединенным Штатам, что он готов к разморозке и продолжению своей ядерной программы, чтобы максимально подтолкнуть Соединенные Штаты к диалогу. Тем самым Иран, я не думаю, что после этого будет готов пожертвовать своим приоритетом и дальше продолжать сотрудничать с Российской Федерацией. Ну, согласитесь, военные эксперты говорят 120-130 километров дальности этой баллистики. В случае политического разрешения бить нам вглубь территорию Российской Федерации на 300-400 километров. Такие ракетные системы будут легкой целью, ну, достаточно легкой целью для и наших систем ПВО, и, собственно говоря, западного вооружения, которое намного дальше может стрелять, чем эти баллистики малой дальности. Еще один важный вопрос мы успеваем обсудить. Вот не так давно в интервью у Би-Би-Си президент Зеленский сказал, что Украина может завершить горячую стадию войны уже к концу этого года. Вероятно, большие ожидания возлагаются на второй саммит мира, где должны, ну, скажем так, представить конкретный план завершения военных действий. Вот чего вы ожидаете от этого форума? Я ожидаю ровно того, что было уже озвучено нашим военно-политическим руководством. По этому поводу уже не один раз говорил наш президент Украины Владимир Зеленский, и даже более такое развернутое даже интервью было от главы офиса президента Андрея Ермака. Там было артикулировано очень простые и понятные вещи, что саммит мира, это ну, это уже моя интерпретация, но все же, что саммит мира это не диалоговая площадка с Российской Федерацией. И в лучшем случае, если даже Россия примет участие в этом саммите, лучшее, что можно будет сделать, это передать соответственно наработанный и погодженный ультиматум с участниками второго саммита мира Российской Федерации. А дальше уже она будет сама решать, что с ним делать. То есть, например, я лично себе не представляю какого-то диалога, когда прилетают там более ста стран, в любом случае это будет с усиленным составом глобального так называемого юга, которые будут потом подписывать соответствующие коммунике, о чем им говорить с нарушением всех возможных и невозможных международных норм представителям Российской Федерации. То есть, это было бы просто такое публичное избиение владельца. Поэтому я глубоко убежден, что второй саммит мира должен наработать дорожную карту, и это уже озвучивалось Андреем Ермаком, к формуле мира Владимира Зеленского и соответствующую ультиматум для Российской Федерации на подготовительных встречах к самому саммиту максимально угодят и соответствующие позиции с всеми участниками предыдущего саммита и теми странами, которые уже, скорее всего, будут принимать участие в следующем саммите. То есть, этот саммит мира, который сейчас готовится на конец осени, насколько я понимаю, на проведение, это возможность получить консолидированную общую позицию тех стран, которые уважают прежде всего международное право. То есть, те, которые готовы иметь сильную общую позицию, чтобы принудить Российскую Федерацию к справедливому окончанию войны. А вот уже дальнейший диалог с позицией силы, как на поле боя, так и в дипломатической царине, это уже, думаю, будет дальнейший шаг. Да, скорее всего, я тоже слышал не единожды, что до конца года, как минимум, мы хотим закончить горячую фазу. При хороших раскладах это вполне возможно. Алексей, спасибо большое вам за этот детальный экспертный анализ. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до вечера. Следующий выпуск новостей не пропустите в 21.00. До встречи на Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok